панорамные окна открытые пространства современный внешний вид и материалы разве не об этом мечтают многие россияне начиная строительство собственного дома добро пожаловать на канал струй прогресс 31 и сегодня у нас проект очень интересного одноэтажного дома из газобетона со вторым светом дом по этому проекту уже построен в белграде в нем уже ведется чистовая отделка и скором времени мы прогуляемся внутри его стен пока идут отделочные работы мы рассмотрим его снаружи со всех сторон в нашей программе оценим его планировку и площади комнат также это прекрасная возможность сравнить нашу визуализацию с реально построенным объектом у дома необычная планировка практически отсутствует одна стена и при небольших размерах он выглядит просто роскошно в настоящее время этот дом выставлен на продажу узнать необходимую информацию вы сможете по контактам в описании друзья не забывайте подписываться на наш канал и высказывать свое мнение в комментариях это помогает нам понять ваши интересы и мотивирует для создания новых видео каждую неделю мы выкладываем новый проект дома что если следующий окажется домом именно вашей мечты мы строим дома а потому прорабатываем наши проекты так чтобы строить по ним было легко и понятно каждый этап строительства расписан а размер указан в качестве бонуса мы рассчитываем расход основных строительных материалов что не даст возможности обмануть вас на объеме в инстаграме вы можете посмотреть планировку представленных здесь домов а во вконтакте наблюдать за строящимися нами объектами также у нас есть второй канал непосредственно о строительстве приобрести уже готовый проект или заказать индивидуальный вы можете на нашем сайте мы платим налоги и принимаем оплаты с карт после оплаты вы получаете проект и чек об оплате на указанную вами почту чек вы можете предъявить для получения налогового вычета давайте для начала рассмотрим наш дом со всех сторон в первую очередь нам глаза бросаются большие панорамные окна практически заменяющие стену такое решение будет очень кстати если ваш участок имеет красивый панорамный вид или смотрит на лесной массив со стороны переднего фасада располагается не только вход но и выход на террасу при желании выход на террасу можно вынести на задний двор поменяв кухню и гостиную местами дом имеет довольно простую двускатную крышу устройство которой не вызовет затруднений у специалистов покрытие гибкая черепица мы выполнили небольшое окно в самом верху фронтона так дом смотрится интереснее снаружи а внутри мы получим бесплатное освещение полезного подкровельного пространства стены построены из газобетонного блока толщиной 40 сантиметров этого более чем достаточно для белгорода покрыты стены декоративной штукатуркой цоколь также покрыт караедом графитового цвета что создает интересную композицию сочетании с деревянным планки нам в оформлении окон и углов стоит понимать что наличие таких больших окон приводит более дорогостоящему строительству и эти расходы вам не покроет экономия на объеме стенового блока строительство такого дома не будет самым дешевым решением жилищного вопроса для вас но мы решили сделать обзор этого интересного проекта и разнообразить контент нашего канала по этому проекту построены и проданы более пяти домов что говорит об их популярности среди тех кто желает приобрести уже готовое жилье в белгороде теперь давайте прогуляемся внутри и посмотрим насколько комфортно будет жить в этом доме теперь давайте пройдем в дом под одной крышей у нас выполнена терраса и крыльцо таким образом можно что-то хранить на улице если вы не хотите это тащить в дом также это удобно зимой чтобы не заносило все снегом располагать террасу на переднем фасаде или на заднем это зависит от того куда у вас выходят окна и какой у вас участок мы проходим в дом у нас довольно таки большой тамбур он выполнен отдельно чтобы отделять воздух с улицы и воздух дома справа есть место где поставить полку для обуви или здесь может быть большое трюмо принципе места под шкафы здесь достаточно и налево у нас вход в гардеробную здесь можно вешать зимнюю одежду но и в целом вся семья может хранить здесь различную одежду чтобы не захламлять шкафы внутри спален мы зашли в дом по правой стороне у нас три спальни это наша вечерняя зона и слева у нас дневная зона как только мы зашли мы можем сразу помыть руки для этого у нас здесь предусмотрен гостевой санузел с душевой кабиной но давайте для начала посмотрим наши спальни первая родительская спальня она большая здесь двуспальная кровать хватает места для стенки чтобы поставить телевизор и хватает места для большого шкафа окна этой спальни выходят у нас на задний двор у нас остается еще две спальни первая спальня с окнами на передний фасад здесь есть место для кровати есть место для рабочего стола и вместо шкафа у нас здесь гардеробная и вторая спальня она аналогичная с той разницы что окна выходят уже на задний двор также здесь выполнена гардеробная при желании можно поставить место гардеробных небольшие шкафы а это пространство использовать как еще одну кладовую теперь давайте посмотрим на дневную часть этого дома она самая интересная как видите здесь огромное открытое пространство с большими панорамными окнами да еще и выход на террасу света здесь будет достаточно точно так что включать лампочку вам придется крайне редко пространство гостиной большое также светлое и я думаю с учетом хорошего вида из окна проводить вы здесь будете большую часть времени есть место чтобы поставить обеденный стол и кухня кухня с одной стороны совмещена с гостиной с другой стороны она находится все-таки отдельно можно спокойно готовить и не терять контакт семьей которая например в это время смотрят телевизор как видите мы здесь разместили вот такие радиаторы они не встроенные в пол потому что устроенных пол конвекторов есть свои нюансы не говоря о том что они выходят на порядок дороже на этом сюрпризы в этом доме не заканчиваются так как мы использовали пространство под крышей также с пользой это атри соль которая у нас используется как еще одна спальня например или это может быть комната в которой вы можете заниматься хобби йогой кто что придумает за счет окна у нас здесь поступает дополнительный свет чтобы этот угол не был темным разумеется мы не делали здесь полноценную лестницу чтобы не отнимать полезное пространство здесь подойдет вот такая лестница и можно будет как-то декоративно обыграть этот элемент и еще одна дверь где мы не были это также небольшой санузел который имеет сквозной проход котельную котельная небольшая но за счет того что здесь у нас навесной котел до 30 киловатт требование по кубатуре семь с половиной кубических метров как вы могли видеть на настоящем доме газ сюда уже подведен многие наши зрители жаловались на то что наши проекты похожи друг на друга что им там тесно нечем дышать и я думаю вам будет интересно посмотреть на вот такой вариант дома тут я думаю воздуха будет достаточно всем теперь давайте рассмотрим планировку этого дома с более удобного ракурса и поговорим о площадях комнат и так когда мы заходим в дом мы попадаем в тамбур площадью 6 квадратных метров этого достаточно для комфортного размещения полок трюмо и обуви при входе зимнюю куртку можно повесить гардеробной 3 квадратных метра далее у нас есть возможность помыть руки в санузле 2 и 8 квадрата в доме три спальни хозяйская 15 квадратных метров и две детских 13 и 10 квадратов при такой планировке у нас образуется пространство которое мы использовали для размещения встроенных шкафов при желании здесь можно организовать кладовую со входом из холла здесь большая гостиная 25 квадратных метров и кухня 13 квадратов есть место для столовой зоны площадь 2 ванной 4 а котельный три с половиной квадратных метра вот такой проект одноэтажного дома с тремя спальнями панорамными окнами и вторым светом я надеюсь вам было интересно и возможно вы даже подчеркнули какие-то идеи для себя если вам интересны не только проекты но и реально построенные дома подписывайтесь на наш второй канал не забывайте писать комментарии делиться своим мнением это помогает нам узнать ваши интересы и улучшить наши проекты мы желаем нашим зрителям иметь возможность построить дом своей мечты и